В Симферополе приступили к демонтажу части центрального рынка, расположенного на улице Козлова. По словам представителей городской власти, предприниматели, занимающиеся торговлей на этом участке, были предупреждены о сносе бутиков заранее. Также всем продавцам пообещали альтернативные торговые точки. Однако работники рынка не успели вовремя отреагировать на предупреждения. Для них демонтаж оказался сюрпризом. Продавцы не успели даже забрать с рабочих мест товар и теперь пытаются получить назад выручку и продукцию. По словам предпринимателей, демонтаж бутиков начался почти в полночь 5 июля. Они знали, что перспектива торговли в нынешних местах под вопросом, но к таким кардинальным мерам оказались не готовы. Когда народ собрался, мы хотели, чтобы хоть как-то вынести, чтобы не ломали, потому что там и вещи, и документы у некоторых, и кое-какие деньги небольшие, но все-таки для нас важно. Мы забили с той стороны, со всех сторон железными щитами, выставили патрули милиции и сказали, все, никого не будем пускать. Сломаем все вместе с ошметками, со всеми делами, погрузим на КамАЗы и вывезем. А завтра или когда там будете искать их. И все. Знаете, сколько уже женщин вывезли отсюда? И с сердечными приступами. Вот беременную только что вывезли. Сейчас правоохранители оградили торговую зону забором. Предпринимателей за вещами, вынесенными на склад, пускают группами. Продавцы ждут своей очереди с самого утра. Они опасаются за сохранность вещей и денег, оставленных накануне на рабочих местах. Вместо того, чтобы решать в городе проблемы, я живу в старом городе, где вообще убитые улицы, все там надо ремонтировать. Они решили улицу Козлова. У меня какой вывод, что улица Козлова кому-то нужна, чтобы нас отсюда выгнать. Воровским способом взломали бутики, взломали бутики, вытащили вещи. Это разве законно? Некоторые предприниматели готовы смириться с положением вещей. Но лишь в том случае, если правоохранители действуют в законодательном поле. Вопрос очень сложный, потому что разговоры ходят разные. Еще раз повторяю, если до кого-то довели информацию, это один вопрос. Если ее не довели, это другой вопрос. Ну вы знали, что будет это происходить? Ну мы, в общем-то, ждали решения этого вопроса. Вот если это решение таким образом, ну значит, законом так продиктовано. Предпринимателям пообещали новые торговые точки. Но, по словам продавцов, пока они не получили альтернативные места. Уже сегодня подрядчики демонтировали более трех десятков бутиков, уверяют работники рынка. Предупреждали, но как-то так не сказали. Вот вам два дня и уходите. Такого не было. Потому что вообще в перспективе, да? В перспективе. Вам строятся места, вам предоставят мест. Но никаких мест нет. Там вся моя жизнь. Там вся моя жизнь. Дома двое детей. Больше работы никакой нет. Нигде. Продавцы продолжают бороться и пытаются построить диалог с властью города и республики. На рынок приехал министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский. Но получить его комментарий, как второй стороны конфликта, нам не удалось. Не ответил на вопросы и коллега Полонского из администрации Симферополя Александр Иларионов. Я комментарии не даю. Они не дают. Здесь нам 10 человек под сентом. Попасть на территорию рынка нам также не удалось. По планам администрации подрядчики должны полностью очистить торговую зону за двое суток. Тарас Брезицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.